Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Санду объявила о желании и готовности встретиться с Владимиром Путиным. Состоится ли в ближайшие месяцы эта встреча и состоится ли вообще, пишет политический обозреватель Андреевский. В 2019 году Дадону, который в тот момент был президентом Молдовы, удалось сорвать визит Санду в Россию. Напомню, в то время Санду находилась в должности премьера, запланированной на первую декаду ноября. Визит российская сторона по просьбе Дадона перенесла, и все мы знаем причину. Дадон готовился отправить в отставку правительство Санду, и этот визит для него был крайне нежелателен, так как он мог сорвать его планы. После встреч Санду с премьер-министром и, возможно, президентом России, Кремль, возможно, не отдал добро Дадону на смешение Санду с должности премьер-министра Молдовы. А что сейчас, когда Дадон уже не президент? Как поступит Кремль? Известно, что в Кремле есть сторонники прагматичных отношений с Молдовой. Они считают, что с президентом Санду, несмотря на то, что она не собирается отказываться от курса, на евроинтеграцию можно и нужно налаживать нормальные отношения. Так в свое время было с Филатом. Он открыто сказал Путину, что Молдова стремится в Европейский Союз, но это политика для Молдовы, а не против России. И Путин, он тогда был премьер-министром, принял позицию Молдовы. Для России Молдова с президентом Санду, если не друг, то нормальный и предсказуемый партнер. А для Молдовы это путь к развитию торгово-экономических отношений, к возвращению режима свободной торговли без всяких изъятий, решение проблемы складов боеприпасов в колбасне, что предусматривает как их вывоз, так и уничтожение, а также решение других проблем. И в то же время мы понимаем, что в руководстве России есть и те, кто убежден, что в Молдове нужно работать только с пророссийскими политиками и необходимо любой ценой добиваться победы на парламентских выборах партии Додона и Шора. Сторонников этого курса не пугает то, что такой подход не только вредит нормализации отношений между странами, но и способствует росту антироссийских настроений, так как многие граждане не понимают, как Россия может поддержать таких токсичных политиков, как Додон и Шор. По моему мнению, сторонников такого курса в Кремле большинство, они более влиятельные, поэтому с определенной долей скептицизма отношусь к возможным порывам в молдавско-российских отношениях. В то же время, несмотря на мое личное негативное отношение к режиму Путина, не путать с отношением к России, убежден, что Санду правильно делает, пытаясь наладить с Кремлем прагматичные отношения, развивать торгово-экономические связи, налаживать гуманитарное сотрудничество. Президент Молдова высказала желание и готовность к диалогу. Будем ждать ответа президента России. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!